Как вы меня слышите? Если слышите хорошо, то я хочу видеть ваши плёсики. О, прекрасно. Всё нормально. Прошу прощения по техническим у нас причинам. Так получилось, что мы вебинар начали чуть попозже. Но я думаю ничего, потому что у нас сегодня будет обширный вебинар такой вот. Будут много вопросов, ответы на вопросы ваши. Плюс я хочу поделиться с тем, что... Ну, вы меня, наверное, знаете, я Хороша Шетебаева. На сегодняшний день топ-лидер компании LifeMax. И буквально я на днях прилетела с Таиланда, открыв ещё одну страну. И хотелось бы поделиться этими новостями, потому что... Потому что я хотела бы поделиться этими новостями и рассказать, какие у нас перспективы, что у нас будет. И, конечно же, по итогам года, что у нас будет в Казахстане. Ну, все прекрасно знают, наверное, что 19-го числа, 19-го декабря в Казахстане будут грандиозные мероприятия. Это республиканское обучение. По итогам года я благодарна своей российской команде и вообще всей команде в целом. Потому что с России приезжает более 50 человек посетить этот семинар. Мне очень приятно, что с каждого уголка России люди приедут сюда, в Алма-Ату, к нам. Получить признание, посмотреть, как проводится вебинар. Какий, значит, обучающий семинар будет, какой обучающийся. И, конечно же, увидеть спикеров, увидеть топ-лидеров и вице-президентов Казахстана. Это Ирлана и Женар Димбайхзе. Ну, конечно же, сегодня у вас будет встреча с врачом. До этого я хотела бы сказать, что в Таиланд я слетала. Отлично, погода шикарная. Страна красивая, люди открытые. Что с сертификатом уже, можно сказать, процентов на 70-80 уже сделано. Сейчас просто получается время, чтобы они получили сертификат. То есть, вот такие вот у нас в Таиланде подписались партнеры. Значит, очень с такими перспективами, потому что это лидеры всех сетевых компаний. Тем более, у нас продукт очень уникален. Маркетинг шикарный, щедрый. Вы, наверное, многие видели, какой чек был сегодня, ну, на этой неделе у Михаила Бочкина. Потому что он действительно мотиватор, и его чек на сегодняшний день мотивирует всех. Я всегда говорю, это реально заработать за неделю 10 тысяч долларов. И вот у Михаила на этой неделе было 9 тысяч, 100 с лишним, по-моему, или 9-200 долларов за неделю. Я считаю, это отличный результат. Я считаю, это отличный результат. Но я хочу сказать, что по России Миша является первым чеком в компании. Ну, и хотелось бы сказать, когда вы на высоте становитесь первым чеком, либо о тебе, когда говорит весь мир, естественно, появляется очень много недоброжелателей. Недоброжелатели, которые завидуют, которые как-то хотят, чтобы очернить, дискредитировать компанию и, конечно же, партнеров. Но я всегда говорю, когда большие деньги, люди готовы сделать все, чтобы этого человека очернить. Но я вам хочу сказать, первый раз я вам говорила про кооператив. Сейчас я вам хочу сказать, что я в компании, являюсь первым чеком, так же работаю, значит, никакой негатив не берите на себя. Из-за одного неудачника, я думаю, если мы будем обращать внимание на одного неудачника, мы так бизнес не построим. Но когда действительно человек успешен, когда человек успешен, о нем всегда говорят. Я всегда говорю, черный пиар, это тоже пиар. Ну и белый пиар, он тоже пиар. Многие, допустим, политики и президенты, они говорят, если говорят, значит, мы живем, значит, стоит о нас говорить, значит, люди видят нас, значит, люди боятся нас. Ну и сейчас на этой ноте я хочу вам предоставить, предоставить возможность дать слово, значит, уникальному врачу, врачу-акушер-гинекологу. Она у нас неоднократно выходила на вебинары. И хочу дать ей слово, чтобы она рассказала вам о продукте, об уникальной продукции нашей компании. Как эти спреи действуют, значит, при каких заболеваниях можно употреблять, для профилактики и так далее, и так далее. И сегодня вам очень крупно повезло, потому что действующий врач Алия Мирманова будет вам сейчас рассказывать о спреях. И, конечно же, для новичков это будет, я думаю, очень бесценная такая информация. Алия, я прошу вас, пожалуйста. Спасибо, хорошо, Шурманов. Добрый день, уважаемые партнеры. Я очень рада снова приветствовать вас на очередном нашем вебинаре. И, конечно, хотелось бы поделиться с вами о наших уникальных продукциях. Наша компания, как уже хорошо Шурманов сказала, компания ElifeMax, я всегда хотела сегодня сказать, что, да, наши основатели американцы, но наш завод находится в Германии. Всем известно, что немецкая медицина у нас самая лучшая, все равно это считается немецкой медициной. Ну, давайте поподробнее остановимся на нашей продукции. Наше здоровье в основном зависит всегда от четырех основных факторов. Это, конечно, наследственность, допустим, у кого раковые заболевания, генетические изменения и так далее. Также зависит от окружающей среды. Чем мы дышим, чем мы питаемся, как ходим. Конечно, климатические условия. Естественно, питание – это самое основное, конечно, это питание, чем мы на сегодняшний день питаемся. Если мы расскажем о самых распространенных заболеваниях на сегодняшний день, это, конечно, на первом месте у нас стоит сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте у нас онкология. Если так вообще по статистике взять, у нас сердечно-сосудистые заболевания и онкология являются очень актуальными проблемами. Конечно, очень много у нас также развита сахарный диабет. Очень много встречается гормональное нарушение. Бесплодие вообще, можно сказать, такая актуальная проблема на сегодняшний день, что именно мужского фактора преобладает чем на сегодняшний день, чем женские факторы. И, конечно, это простудные заболевания, которые тоже часто встречаются. Если мы сейчас расскажем о преимуществах наших витэспрей, в первую очередь, конечно, я хочу всегда говорить, что это 100% натуральный спрей. Здесь у нас спрей, фитоспрей, который изготовлен на основе трав. Это не лекарственные препараты, не БАДы, поэтому здесь состав 100% натуральный. Второе преимущество наших фитоспрей – это моментальное усвоение. Когда мы брызгаем под язык, у нас в подъязычной области находятся миллионы капилляров, через которые дают моментальное усвоение и дают быстрый терапевтический эффект. Конечно, здесь также идет точная дозировка и очень приятная на вкус. Обратите внимание, удобная, надежная форма. На самом деле очень удобен. Не надо заготавливать, не надо ходить, запивать водой и так далее. Очень удобен. Если вы смотрите с правой стороны, у вас находится рентгенограмма, где красный у вас округленный, вот таблетки. Если посмотреть, наши таблетки, когда мы принимаем, они быстро не рассасываются. Почему мы говорим, что эффективность лекарственных препаратов именно таблеток составляет 20%? Если вы видите, здесь именно красный мы округлили, что здесь таблетки еще не рассосалось. Поэтому они дают 20% эффективности. Почему мы говорим, что существуют также внутривенные уколы, которые можно делать внутривенно? Их эффективность составляет 80%. Если мы возьмем статистику таблеток, которые ставятся в подъязычной области, их эффективность дает 85%. Почему? Вот само слово говорит подъязычную область мы ставим. И на сегодняшний день, конечно, существуют спреи еще кардиологические. И вообще эффективность спреев составляет до 98%. Как мы уже сказали, быстрое наступление терапевтического эффекта дает. И у нас в компании, что хорошо, всего 4 вида спрея. Как врача, меня здесь заинтересовало, что здесь продукция в виде спрея, так как дает 98% эффективности. И плюс, что здесь всего 4 вида спрея. Не надо все выучивать, ходить, пакетами таскать и так далее. Продукция компании LifeMax производится исключительно из натуральных ингредиентов с использованием самых современных методов производства и высочайшим контролем качества каждой единицы продукции. Давайте поподробнее остановимся на каждой продукции. Первое, это у нас называется рисфератрол. Рисфератрол, конечно, есть вообще очень много эффективности. Но самое главное, это 3 направления, которые дает рисфератрол. В нашем организме нет ни одной клетки, которая быстро размножается, как именно раковые клетки. Вот что делает рисфератрол? Останавливает рост опухолевых клеток. Потом вместо этих опухолевых клеток у нас возобновляются новые здоровые клетки до 11%. Также рисфератрол дает гепатопротекторное действие. Это очищение печени. Полностью очищает наш печень, наше кровеносное русло, кровообращение. Также рисфератрол идет противостарения. Не только старение физическое и нашего организма. Это наш печень, наше сердце, почки и так далее. Это 3 основные направления. Также рисфератрол действует противовирусно. Допустим, у кого гепатит, у кого туберкулез, у кого рак, у кого простудные заболевания. Это и дает противовирусные действия. Также дает рисфератрол антибактериальное действие. У кого, допустим, воспалительные процессы. Также рисфератрол можно принимать при варикозном расширении вен. Конечно, при глазных заболеваниях мы тоже используем именно рисфератрол. Очень много действий у нас рисфератрола. Сегодня мы не успели новые слайды приготовить. 19 декабря, как сказали, будет у нас огромная большая республиканская презентация. Я постараюсь новые слайды приготовить именно на 19 декабря. При каких заболеваниях рисфератрол можно принимать? Это сердечно-сосудистая система, как я уже говорила. Это кто перенес инсульт. Очень удобен, очень хороший препарат при инсульте. Почему? Когда человек лежит, допустим, в постельном режиме, он не может ни принимать таблетки, ни пить, ни кушать. Или человек лежит в коме, допустим, тоже не может никакие препараты принимать. В таких случаях рисфератрол очень удобен. Сиделка сидит или родственники брызгают под язычную область. И вы за несколько дней, буквально за месяц, вы будете видеть результаты. Кто перенес инфаркт, у кого сердечные приступы, у кого высокое артериальное давление, очень хорошо помогает именно наш рисфератрол. Конечно, при сахарном диабете он тоже идеально помогает. Вместе со Слимом на сегодняшний день мы всегда говорим, до 95% мы лечим сахарный диабет. Также можно при аллергических заболеваниях. Почему? Потому что я говорила, что дает гепатопротекторное действие. Очищение печени идет. Когда очищается печень, у нас меньше идет аллергические заболевания. Когда у нас идет застой желчи, когда у нас застой печени, естественно, аллергических заболеваний очень много. При раковых заболеваниях, я уже говорила, основное действие рисфератрола, это останавливает рост раковых клеток. Улучшает остроту зрения, независимо, миопия различной степени, он высокой степени, средней степени, катаракта, глаукома, у кого, допустим, очень хорошо помогает. При глаукоме, мы говорим, наша израильская медицина предлагает всегда, можно открыть, как пипетку капать в глаза. На как принимать, мы ответим чуть позже. Также увеличивает выработку тестостерона у мужчин. Мы специально вот этот текст выделили. Почему? Потому что во всем мире, я пока статистику не знаю, но в Казахстане я точно знаю, что из всех бесплодий 60% встречается у мужчин. Это связано с инфекцией, которая передается половым путем. Это ранее начало половой жизни, активное начало половой жизни. Все это влияет именно на следующем, на бесплодие, бесплодного брака. Очень эффективно при имплотенции в мужском бесплодии. Как вы видите, увеличивает выработку тестостерона почти в три раза. Это очень хорошие результаты. Также ресвератрол укрепляет кости. Как я уже говорила, помогает при варикозных расширениях вен. И, конечно же, это простудные заболевания. Если мы возьмем по статистике, эффективность при раковых заболеваниях, как вы видите, самое большое дает рак печени 56%. Это уже которые излечились. Не которые, допустим, у нас на статистике находятся, которые получили результаты. Я уже говорила, что ресвератрол дает гепатопротекторные действия, противораковые действия. И, конечно, вы видите результат на лицо. Рак заболевания при раковой печени составил 56%. Это очень хороший результат. Следующий у нас идет, конечно, это рак прямой кишки 48%. Рак молочной железы 47%. Если так посмотреть, это очень хорошие результаты. Именно по нашим спреям ресвератролу. Также хотелось бы с вами поделиться, вот многие спрашивают, у кого ревматоидный артрит, у кого полиартрит, у кого ревматизм, заболевания сосудов. То же самое, вератрол очень хорошо помогает. Эта картина, можно сказать, это после того, как она уже начала получать результаты. До приема ресвератрола у нее руки были совсем скованы, а она вообще руки сжимала, ходила. Через 3-4 месяца вы видите результаты. На сегодняшний день она очень спокойно как бы раздвигает пальцами. Как бы тоже хороший результат. Следующий, который я говорила вам при варикозных расширениях вен. Видите, первые фотографии, которые выражены в варикозной расширении нижних конечностей. В следующей фотографии вы видите, нет варикозного расширения. Это тоже с помощью ресвератрола. Вот если вы знаете, Россию не знаю, но я думаю, что медицина везде одинакова. За 35-40 лет мы всем говорим, надо принимать аспирин. Почему? Потому что это профилактика тромбоэмболических заболеваний. Вот таких, чтобы варикозных расширений не было и так далее. Чтобы в будущем тромбоэмболических заболеваний было, инфарктов не было и так далее. Вот я хочу сказать, что вместо аспирина можно принимать то же самое ресвератрол. Это тоже как бы один в один идет. Потому что ресвератрол тоже дает такие действия. Следующий наш спрей называется Слим. Слим в переводе означает вообще как фигура. Слим чуть позже произвели в Америке. Почему? Потому что для них актуальной проблемой является избыточный вес. С целью бороться с избыточным весом они придумали Слим. Но чем хорошо Слим? Тем, что здесь полностью идет желудочно-кишечный тракт. Это может быть колиты, это может быть гастриты, это холециститы. У кого дискинезия желшеводящих путей, это тоже самые почки, печи и так далее. Но конечно, если фигура, конечно, при ожирении, при избыточном весе очень хорошо помогает Слим. Вот при каких заболеваниях? Это нарушение пищеварения. Это сахарный диабет. В первую очередь я говорила, что Слим с респиратролом до 95% лечит сахарный диабет. Независимо от того, первого типа, второго типа, инсулин зависимый, неинсулин зависимый и так далее. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, острый хронический запор, геморрой, избыточный вес, метеоризм и проблема с кожей. Многие подростки приходят, люди спрашивают, у меня как прыщи. Проблемная кожа, в зависимости от того, зацарен ли у вас печень или желчные пути, от этого тоже зависит. Если это алиментарного фактора, конечно, Слим при этом очень хорошо помогает. Если, как я говорила, при избыточном весе, результат через месяц. Прямо мы ставили вам результаты, чтобы вы сразу параллельно видели результаты. Вот у человека были стрии, вы тоже видите, что через месяц у нее результаты от применения Слима. Меня больше всего заинтересовал вот этот результат аскоридов в носоглотке. Женщина, значит, жаловалась, что у нее зуд в носоглотке, принимала она Слим с вератролом, и вот у нее вышли с носа именно вот эти аскориды, как вы видите. Следующий препарат, он называется Виталити. Виталити, это вообще на самом деле означает как энергия. В переводе Виталити – энергия. Виталити я сама, как акушер-гинеколог, очень люблю. Почему? Потому что Виталити тоже, во-первых, он работает на уровне центральной нервной системы, работает также в трех направлениях. Это женские заболевания, мужские заболевания и кожегенерологические заболевания. Многие думают, почему эти три заболевания вместе идут, да? Потому что это нарушение центральной нервной системы, это репродуктивные органы, поэтому вот эти заболевания взаимосвязаны между собой. Если женские заболевания говорить, это киста, это миомы, различные миомы, да? Киста, эндометриоз, нарушение менструального цикла, климактерические синдромы. Вот какие женские заболевания бывают, все эти женские заболевания лечат Виталити. Доплоят даже самые воспалительные процессы, эрозии шейки и матки. Если мужские заболевания, это, конечно, то же самое, все воспалительные заболевания, аденомы, простатиты, импотенции и так далее. Но что хочу сказать, если Виталити с Виратролом принимать вместе, при мужском бесплодии это будет идеальный вариант. Можно увеличить именно подвижность активных сперматозоидов. То же самое при женские бесплодии тоже можно принимать Виталити. Кожево-невидологические заболевания, это экзема, псориазы, нейродермиты и так далее. Все кожные заболевания, которые есть. Сейчас я на слайде буду вам показывать параллельно. Девушка, значит, Галия была вторичной в бесплодии. После приема наших спреев Виталити, Виратрол, мультивитамин, она забеременела, благополучно родила девочку, и она сейчас бегает, ходит. Но мы по одному ставили, потому что за 4 года миллионных результатов мы не можем все фотографии поставить. Если вы видите очередную картинку, здесь идет псориаз. Первая картинка – это выраженный вариант псориаза. После приема наших Виталити и Виратру, как вы видите, вторая картинка уже улучшается, и третьей картинки нет. На сегодняшний день псориаза у этого человека уже нет. Следующий мы поставили картинку по экземе. Здесь экзема у маленького ребенка, 12-летнего, если я не ошибаюсь, через 2-3 месяца этот ребенок тоже получил результат. Первую фотографию и вторую фотографию сравнительно вы можете посмотреть. Вот, значит, что касается Витилига. Здесь у девочки я стрелкой нарисовала, у нее на лбе было, и на подбородке был Витилига. Вот, которую на второй картинке вы видите на сегодняшний день, у нее Витилига нет. Мы всегда раньше думали, если поражение 30%, мы можем вылечить, да? Но сегодня я хочу сказать, вот у этой девушки, это моя медсестра, которая со мной вместе работает, у нее Витилига было во всем теле. Не 30% поражения, можно сказать, 80% Витилига было. Вот, как вы видите результаты, первая картинка, если вы внимательно посмотрите, самая первая, да, с края и с левой стороны, это уже результат, который она получила. Видите, у нее коричневая кожа стала. Сначала, получается, он останавливает, чтобы он дальше не шел, эта белая полоса, да? Потом печень наша начинает вырабатывать гормоны меланина, да? И, как вы видите, коричневое высыпание идет в виде. И потом, самая первая фотография, где кожа уже становится одинаковой. Получается, что здесь девушка начала получать результаты. Следующий наш спрей называется мультивитамин. Мультивитамин, сам по себе уже название говорит, это что мультивитамины, да? Здесь комплекс витаминов, плюс 72 минерала. Мультивитамин, как и кушар-гинеколог, я тоже очень люблю. Почему? Потому что при беременности очень спокойно можно назначать мультивитамин. Почему? Во-первых, поднимает гемоглобин. Во-вторых, здесь есть белок. В-третьих, здесь есть кальция. Вот все, что нужно как раз беременной женщине, все это у нас в мультивитамине есть. Конечно, можно мультивитамин назначать от недоношенности до старческого возраста. Почему? Потому что повышение иммунитета дают. При кровотечении массивным, когда падает уровень гемоглобина, тоже хорошо поднимает уровень гемоглобина. Также в составе есть хлорофилл, который очищает печень. При заболевании печени совместно с вератролом можно назначать мультивитамин. Какие показания применения? Это профилактика гиповитаминозов. В основном весной и осенью у нас идет гиповитаминоза. Период выздоровления после перенесения заболеваний. При несбалансированном и полноценном питании. Это физически, умственно отсталые дети, может быть. Это снижение иммунитета после операции. Даже написано профилактика лечения легких форм железодефицитной анемии. Рахито, остеопород. У кого снижен аппетит. Еще здесь хотелось бы сделать акцент на том, что с помощью мультивитамина и ресвератрова мы на сегодняшний день скольким детям по ДЦП помогли. Потому что эти дети начали вставать и начали ходить. Даже у вас в Ютуб, если вы зайдете, там есть 28-летний мальчик, где сам встал с кресла и начал делать шаги. Это тоже наши результаты благодаря мультивитамину и вератролу. Вот девушка, которая ДЦП. Первую картинку вы видите. Она полностью не может потянуть руку. И вторую картинку вы видите после применения ресвератрола. У нее ДЦП легкой степени. Следующую картинку вы видите облысением. У мультивитамина есть такое свойство. Если иногда бывают седые волосы на фоне адетаминоза, значит волосы чернеют. И у кого, допустим, облысение, тоже бывает. Как видите, вторую фотографию, уже волосы есть. Это тоже, я считаю, что хорошие результаты. И, конечно, помимо того, что у наших четырех спрей есть у нас косметическая система. Косметики самые такие, которые мне нравятся. Аналогов, которые на мировом рынке не существуют. Это первая четырехэтапная маска, которая состоит со скрабом, маски, тоник и крем. Это очень такая уникальная продукция, которой я сама пользуюсь. Здесь продукция, значит, работает на глубоких мышцах, глубоких мимических мышцах. Очень хорошо помогает, прям разглаживает эти глубокие морщинки. Также у нас есть золотой гель. Ну, это вот, в общем, мы написали, что это сухость кожи, зуды, шелушение, целлюлит, глубокие морщины и так далее, темные круги вокруг глаз и так далее. Конечно, вот результаты, которые видите после даже первого применения. Какие у них были глубокие морщины и как они разгладились. Это с помощью четырехэтапной маски. Но, помимо этого, если мы вернемся на картинку, здесь у нас есть также золотой гель. Вот, с левой стороны картинка вы видите. Это золотая сыворота, в состав которой входит 24-каратное золото. Он, во-первых, освежает кожу лица, во-вторых, работает на мелких морщинах. Вот, допустим, кто больше улыбается, у них мимические мышцы развитые, да, очень хорошо помогает. И потом, у кого лишайна кожи, тоже хорошо помогает именно золотой гель. И еще, у кого пигментация. Вот, бывает, после беременности остались пигментации, да, именно золотой гель тоже хорошо помогает. Ну, вот наши все четыре вида спрея, с которыми мы хотели с вами поделиться. Спасибо за внимание, что послушали нас. Если есть вопросы, можете задавать. Я думаю, что время не ограничено, да, хорошо, Шурмана? Можем, как бы, отвечать на вопросы. Да, конечно же, вот я смотрю, ряд уже, очень много вопросов задают. И мне бы хотелось бы ответить на пару вопросов, потому что вопросы спросили о моем результате рассказать. Да, действительно, в Ютубе. Это 2014 год. Вес у меня был довольно-таки большой. Но кто меня знает и ранее меня видел на рабочем месте, когда я работала на госслужбе, мой вес был еще в два раза больше. Применяя, значит, вератрон и слим, я сбросила 20 килограмм. Ну, конечно, подключила Виталити, потому что было гормональное нарушение. Я 10 лет стояла на учете, то есть 10 лет сидела на преднизолоне, потому что у меня была бронхиальная астма. На сегодняшний день бронхиальной астмы нету, я никакие гормоны не употребляю, значит, никакие таблетки не пью. Я действительно только вот на спреях. Потому что действительно вератрон, он очень хорошо дает организму такое вот, знаете, питание. Значит, вроде бы я как для профилактики принимала, а получилось, что избавилась от заболевания. Ну, я вам хочу сказать, что сопутственно у меня нормализовалось давление, потому что я была гипертоник, очень повышенное давление у меня было, я тоже стояла на диспансерном учете, то есть по двум заболеваниям. На сегодняшний день у меня давление, как у космонавта, 120 на 70, то есть никаких побочных эффектов нет от этих спреев. Сейчас, на сегодняшний день я почти их не принимаю, потому что катастрофически спреев не хватает. Я, когда начинаю принимать, вижу, что человеку срочно надо, и получается, что я свои спреи раздаю. Не успев открыть, открыв, я уже, получается, отдаю свои спреи. Но хотелось бы рассказать еще несколько результатов, те, которые совершенно новые. Со мной поделилась Пронина Тамара, это Абакан, почему вот сейчас в Сибири подключились очень мощно врачи. Вот в Саиногорске, в Абакане, в Красноярске, потому что действительно пошли уникальные результаты, то есть по ДЦП. По ДЦП результаты 9-летний мальчик, 15-летний ребенок тоже по ДЦП. То есть даже в Казахстане, в моей структуре есть Людмила Казанцева, она вот и в чаты выставляет свои результаты, значит, у своей внучки Виолетты тоже есть, если что, я потом по чатам скину этот результат. Тоже уникальные результаты. Когда ребенок начинает ходить, начинает первые шаги делать, это просто, я считаю, это счастье, это большое счастье. Конечно же, при применении спреев, когда я принимала спреев, у меня было обострение. Когда я начала Вератрол и Слим принимать, у меня открылся кашель до такой степени, где-то, наверное, 3-4 дня, когда я первый раз принимала спреев. Кашель открылся, пошло такое сильнейшее обострение, но где-то через дня 4-5 у меня это прошло, и на сегодняшний день я абсолютно ничего не принимаю так. Так, ну давайте теперь посмотрим ответы. От мультивитамина у ребенка 3-х месяцев может быть диатез? Это Катерина Краснодар спрашивает. Нет, не будет. Я тоже не могу сказать, потому что в мультивитамин, циролократный и культивитамин, потому что составит мультивитамин, которая состоит из 70-50 белка. Это вот просят, просят, чтобы показаться, но хорошо, сейчас попробуем. Что нужно при сильном парадонтозе принимать? Ресфератрон надо будет принимать. У нас уникальный случай есть по парадонтозу, потому что переводчик, это даже на YouTube мы выставляли, переводчик английского языка, у него был очень сильный парадонтоз, у него были камни в почках, то есть вот уникальные результаты, у него через неделю пошли. Вот Гульнара задает вопрос. При ревматоидном артрите, что нужно использовать? Как вы видели, на слайдах я показывала, полиартрит и так далее. Это надо будет принимать, он берет роз, мультибитамин. Как раз на мультибитамин, у меня мультибитамин, это есть минерал, который как раз таки нужно при герметологических соболеваниях. Ресеянный склероз принимает, берет роз, мультибитамин, слем, голова, болит голова, при клинии, что делать? В начале, когда принимает СВИМ, да, может быть такое, что начало голова болит. Но если дней 10, 25, эти головные боли были, потому что наш организм адаптируется именно к этим спреям. Ничего страшного такого нету, потому что у меня у самой была мигрень, которую я всегда узнала, с помощью Вератрола, у меня на сегодняшний день нету мигрени. Ну вот здесь вопрос. Мне вот Латария Спин задает 20 килограмм на такое время сбросили. Я сбросила за 4-5 месяцев 20 килограмм. Значит, Александр задает вопрос. На сайте компании написано, что спреи не лекарны. Почему Вы говорите, что лечите этими спреями? Давайте я отвечу. Первое, я хотела спросить, сказать тоже насчет того, как похудели. СВИМ, когда я сама подписалась, мы все молодые, хотим похудеть в первую очередь. Я сама лично принимала СВИМ, с Вератром, за 40 дней я похудела на 7 килограммов. Но также моя коллега, которая в 2 раза больше меня, Айгуль Тургамбаяна, она тоже, принимая спреи, похудела на 3 килограмма. Почему я сейчас акцентирую на это? У каждого человека организм по-разному воспринимает, и обмен веществ тоже по-разному. Кто-то может быстро похудеть, а кто-то может, наоборот, постепенно-постепенно худеть. Если я похудела за 7 килограмм, она похудела на 3 килограмма. Это уже говорит об этом. Второй вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле, наши спреи не являются лекарственными препаратами и не являются багами. Это фит-эспреи, который сделан на основе трав. Мы все знаем, что именно детальская медицина у нас в первом месте. Почему? Потому что у них лекарственные эти препараты производятся именно на основе трав. То же самое наши спреи это фит-эспреи, которые производятся на основе трав. Поэтому мы можем говорить, что мы лечим на сегодняшний день. Можно ли принимать мультивитамин и виталити вместе, так как в том и другом продукте присутствуют витамины В? Конечно, можно принимать. Наоборот, нужно принимать, потому что мы достаточные дозы витаминов каждый день не получаем. Например, чтобы получить кальций, достаточные в норме каждый день, это мы должны в день съесть 30 яиц, чтобы получить дозу кальций. Это только один кальций, а остальные витамины я еще не назвала. Поэтому это невозможно съедить столько кожи. Для этого, конечно, нужно поднимать наши витамины. У женщины проблем миома и кисты. На голове все уши. Золотух. Все 4 спрыга, что нет энергии, постоянно желание спать. Отчего происходит такое состояние? Ну, во-первых, надо, конечно, с этой женщиной поговорить, Ольга, потому что я не знаю, у нее какое-то стрессовое состояние, может быть, она в депрессии у вас, может, это женщина в семье, да, все это, мы говорим по медицинским темам, надо собрать анамнез. Если она принимает все 4 вида спрея, у нее такого не должно быть. Но хочу сказать, пусть виталити почаще брызгает, у нее появится энергия, и, конечно, эмоции, и она ведет в нормальное состояние. Да, можно, если, ну, просто надо здесь учитывать, сколько времени, да, можно ли закапывать глаза оперированной заменой хрусталика, хрусталика, да, получается, можно, только здесь надо учитывать, сколько суток прошло после операции, или сколько месяцев, чтобы обострения так такового не было, так можно поднимать, капать глаза, это предлагает наша странская медицина. Следующий вопрос, есть ли результаты по синдрому Грэнблац, Стрэнде, Стрэнде Берга, это по зрению, именно поэтому у нас результатов нет, пока в Казахстане с этим диагнозом еще никто не пришел, но у нас результаты по глухоми, есть пока торакция, очень много результатов, и по миопе различной степени. Как лечить кровород женщине 76 лет? Да, это кровород в основном встречается у женщин возрастных групп, если уже 76 лет, это уже понятно, а вот как ретоксикозы передние методы, но здесь можно принимать вератрол с мультивитамином, учитывая возраст женщины, потому что наружного брызгать не будем, а очищение крови должно быть. Какие спреи порекомендуете при токсикозе 2 месяца беременности? Вообще, при токсикозе очень хорошо помогает ретоксикозе, но просто сильно не увлекайтесь, брызгайте каждые 3-2-3 часа, и вы сами увидите результаты. Интоксикация из организма, нет, я думаю, это ответ чей-то, да, это интоксикация Ольга из организма выходит. Почему такие серьезные вопросы? Можно вы будете только вопросы задавать, а комментарии вы потом друг другу напишите, потому что мы здесь читаем, и получается путаемся. Мониторный психоз, что принимать? Виталити и Вератрол. Можно добавить здесь мультивитамин. У подростка аритмия очень быстро растет, какие спреи. Здесь надо будет Вератрол принимать. Очень хорошо помогает при сердечном заболевании. У меня для всех вопрос продукт уникальный. идут вопрос некоторые. Так, давайте мы сейчас будем вопросы пропускать, те, которые будут касаться маркетинга либо доставки. Сейчас у нас встреча с врачом, и естественно мы сейчас по здоровью будем говорить. Остальные вопросы я постараюсь ответить сама. Можно ли докапывать? Мы уже ответили на этот вопрос Томино-Крусталик. Здесь вопросы повторяются. Теперь в одном глазу катаракта, в другом нарушение глазного нерва. Здесь вы можете Вератрол просто брызгать под язык 7 раз в день или также параллельно 3 раза в день капать в глаза. Но он будет щепеть. Если вы потерпите, вы можете 3 раза в день капать. Плюс 7 раз в день под язык. Получается 10. Вот Зинаида из Беларуси задает вопрос. Как рак правого легкого правого с поражением бронхов. Третья стадия. Назначили облучение химиотерапии. Возраст 63 года мужчина. Возможно ли что-то сделать в нашем исправе? То же самое хотелось бы сказать, что здесь при раковом заболевании достаточно отговорно. И на то вопросы надо будет выразить каждый час, чтобы обновление брови быстрее шло. У дочери туберкулез, каверна на 4 на 3 с половиной гепатит С. Я предлагаю вам принимать три вида спрея. Это вератром, мультивитамин и слим. Увидите результаты. Это мы уже вопрос ответили. Хорошо, мы постараемся навести порядок по доставке. Действие какого спрея эффективно при лечении после удаления полипа в матке на фоне применения гормонов. Это Морозова с Владивостоком. Морозова любовь. Я хотела вам задать, почему вы принимаете именно гормоны. Когда мы удаляем полип, здесь можно гормоны не принимать. вы можете виталить и звератролом принимать и ограничиться на этом. Это с целью профилактики спаечных процессов. Гормоны может быть вам дали по каким-то другим назначениям. Не знаю. Хорошо, так, хотелось получить подарок для подписки. Это был ваш промышлен, который за подписанный. Хорошо, об этом тоже значит. Все данные мне Караша Шурманова дала, кто выполнил промышлен. Я поздравляю тех партнеров, которые выполнили промышлен. Почему мы не даем? Вначале мы думали, что вы приедете в Казахстан, 19 декабря у нас республиканское обучение. Но Караша Шурмана мне не сказала, что вы не можете приехать. Я дам Карашурмане, она вам доставит по почте. Мы знаем в курсе. Я хочу сказать, уточните страну производителя, мне задают вопросы. В начале презентации была оговорка, мы хотели сказать, Альяна Монбаевна хотела сказать, что ближайший склад находится в Германии, а продукт американский и завод находится в Америке. Завод Марк Найф в штате Техас. Сыритический артрит 5 лет, пользуют продуктом 3 месяца, пока нет результата. Но здесь у вас идет не только псориаз, и артрит идет, поэтому вам надо принимать 4 вида спрея. Увидите результаты. Вот эти виникожные заболевания, сосудистые заболевания, ревматитные заболевания, это все хронические заболевания, вы за несколько месяцев не увидите результат. Кто там может сразу видеть, а кто там может вы наверное недавно начали принимать, потому что когда принимаете вератрол и слим, в течение 7-10 дней повышается аппетит, и вы даже возможно наберете 2-3 килограмм веса, ничего страшного, вы не переживайте, через 10 дней максимум, через 2 недели у вас будет обратный процесс. Значит идет, выделяется с вератрола адреналин, который будет превращать в энергию, то же самое слим снижает именно аппетит, значит получаете вы достаточную дозу и потом просто не захотите кушать. на спине написаны ежедневная норма 7-6 можно ли делать 4 впрыска или лучше в течение дня 7-8 поплатных. Ольга, смотрите, когда вы будете 4 впрыска делать, просто у вас половина уйдет в желудок. Я вот говорила, если он попадает в желудок, значит он дает 20% эффективность. Если он идет по меньшей дозе, сразу попадает в кровяное русло, тогда вы быстрее эффект получите. А так даже, конечно, вы можете и так, и так брызгать. Но лучше, если вы хотите получить результат, по 1, максимум по 2 впрысков. Чем больше проблем по здоровью, тем медленнее вы будете сбрасывать лишний вес. Я не поняла этого, видимо, кто-то кому-то ответил на вопрос. Гипертоник начал принимать виратрол и слим по 3 раза в день и давление поднимается в 190 весе. Это не на фоне виратрола и слима, значит у него исходное давление было, наверное, еще выше. Потому что когда мы говорим виратрол не справляется со снижением давления, мы добавляем слим. Там находится в составе есть тленовый сироп, который очень хорошо снижает именно артериальное давление. Даже если это касается почечных, очень хорошо снижает. Здесь надо было знать исходный уровень артериального давления. Надо дальше принимать рисфератрол и слим. Камни в желчном пузыре надо будет принимать слим и виратрол. Ребенок 14 лет ДЦП, что принимать и как длительно по времени. При ДЦП я не могу вам определенный срок назвать, что надо вот так, но вы будете результаты видеть, пока полностью вы не увидите результаты, вы будете принимать. Здесь надо будет мультивитамин и виратрол принимать. Ну да, у вас до 2016 года же есть время еще, можете принимать. Так, у девушки 44 года подозрение на пасарезу, употребляет спрей середина августа, обострелся, пришлось лечь в больницу, что? Так, значит, пасарез, вообще кожное заболевание, если вы желательно все 4 вида спрея будете принимать, потому что один там полностью очищает желудочно-кишечный тракт, второй очищает печень, третий идет нервная система и так далее. Значит, вам надо будет 4 вида спрея принимать и вы увидите результат. Как хорошо Шурмана сказала, некоторые заболевания, конечно, проходят через обострение, просто надо чуть-чуть потерпеть и увидите результаты. Не надо сразу бояться, не надо сразу прибегать в больницу. 4 вида принимать, вы просто можете чуть-чуть уменьшить дозу или дальше продолжать и потом вы увидите результаты. Два года прошло после операции, в принципе, да, уже можете капать в глаза. Можно ли спрей избавиться от подагры? Да, можно, то же самое вератрос с мультивитамином надо будет принимать. Спрей чудо, а скорость доставки очень долгая, что большой спрос и как его решить? Хорошо, мы решим этот вопрос и дадим вам знать. Я думаю, что Тара Шурмана вам ответит на этот вопрос. Вообще, так как графика нет, иногда мы просто делаем индивидуальные подходы любому пациенту. Если это обостренный процесс, я рекомендую каждый час брызгать, чтобы прошел этот процесс. А если это идет как обычное заболевание, тогда каждые два часа по одному спрею. Вы рекомендуете сначала принимать С4 спрея? Это я не поняла вопрос. Вы имеете в виду с целью профилактики или конкретно для какого-то заболевания? Принимаю спрей 4 месяца, глубокий стресс не уходит. Если 2 дня принимался 4, поднимался давление. Уже 3 месяца 3 спрея, стресс и давление не проходит. Всех по 7 раз и воды много. Сергей, здесь у вас надо знать ваш исходное артериальное давление. Если он у вас высок, конечно, виталити вам нельзя принимать, потому что виталити он дальше появляет. Там есть корень женьшин, который поднимает артериальное давление. Но если у вас не такое давление высокое, значит, вы можете принимать. Видимо, у вас в почке где-то есть хронические воспалительные процессы, которые тоже дают обострение, и у вас давление поднимается. Вы не переживайте, принимайте и дальше, и вы увидите результат. Но если у вас давление высокое, тогда, конечно, не стоит принимать. У нас тугоухость даже четвертой степени была, маленькая девочка, которая тоже на 30% начала слышать. Это надо будет принимать мультивитамин и вератрол. Ребенок 3 года слабый, выпадающий, так, волосы выпадают, я так поняла, тоже надо будет вератрол с мультивитамином принимать. У мамы давление диастолическое 100, 127, но я считаю, что невысокое давление, тем более, если мама лет 40-50, здесь это нормально, принимайте вератрол и слим. Обширный инсульт, инфаркт одновременно в коме женщина. Таких я уже в начале презентации говорила, что здесь вератрол надо брызгать даже каждый час. Пусть кто-то рядом сидит и брызгает. Если результаты по органическому поражению мозга, хроническая усталость, помогает виталити. Принимайте с вератролом вместе. Высокое внутриглазное глаукома называется, я уже говорила, при глаукоме можно 3 раз закапать в глаза и плюс 7 раз подъязычную область. При еретеме надо принимать виталити, вератрол и мультивитамин. Тугоухость четвертой степени, я уже говорила, надо принимать мультивитамин вератрол, но стопроцентной гарантии конечно мы не даем, здесь у вас глухо немое идет ребенок. Так, у женщин рак шейки и матки последней стадии, органы не задеты, метастазы в лимфатическую систему пошли, и решается вопрос по химии. Вчера я получила ценные рекомендации в чате, она второй день. Рузелия, знаете, вы наверное понимаете, если в лимфатической системе пошли метастазы, конечно здесь химиотерапия обязательно нужна будет, но параллельно с химиотерапией можно принимать ресвератрол, потому что женщина будет легко переносить именно химиотерапию. Ресвератрол надо будет здесь каждый час брызгать. Так, принимаю спрей два месяца, четыре раза в день, до семи раз, не получается этого достаточно, или же конечно лучше семь раз в день брызгать под язык. По раку было так, значит рак, независимо рак легких, рак шейки, матки, какие раковые заболевания не были, надо будет принимать вератрол. Так, киста почки 9 см на 11, если опухоль пока не знаем, так, какие спреи начать, виталити, вератрол начните принимать, и слим надо добавить, раз здесь почки идет, три препарата, эндометриоз, киста левого яичника, как принимать, виталити, вератрол, в резвете под язычную область. При эндометриозе? Можно? Эндометриоз принимает под язычную область, именно виталити, вератрол. Оперированный рак гортани, что принимает? Все раковые заболевания, только вератрол. То же самое. Ну, я уже ответила на вопрос, обещали, значит, подарок утюг, мы вам отправим. Я уже эту ситуацию объяснила. Рузеля, смотрите, вы написали, употребляют спрей, у нее началось кровотечение, нужно ли снижать дозу, употребляют второй день, да? Вератрол, витамин, нормальный, тогда будете. Давайте вы анализ дадите, хорошо, шурману не скажете, я порекомендую какие-нибудь спреи потом. Пронхиальная астма очень хорошо помогает наш респиратрол с мультивитамином, надо будет респиратрол, витамин принимать. Рак четвертой степени, я не могу сказать, что есть шанс, нет шансов, потому что здесь, наверное, задеты уже метастазы в лимфатических узлах, поэтому надо будет химиотерапия или с вератрол, в любом случае надо будет вератрол брызгать, потому что состояние улучшается, останавливает рост раковых клеток и, конечно, появляются здоровые клетки, даже если не 100%, 10-20% шансов будет. Следующий вопрос Мария Васильевна написала, почему не указана сторона изготовительного спрея, если вы обратили внимание, там стоит штрих-код. Полипы на яичниках, Виталити. Беременную женщину можно мультивитамин достаточно 1-2 месяца принимать. Синдром бабочки это у нас склеротермия, здесь надо будет принимать Виталити и Вератрол. Рассеянная склероза за 15 лет, снижена половая функция, с чего начать с удохом принимать. Мужчина 55 лет. Здесь надо будет принимать Виталити и Вератрол. Полип в желчном пузыре тоже самое Вератрол надо принимать Виталити. Киста на яичниках можно обойтись без операции. Можно и в Синдром добавить, но полип это больше идет Вератрол Виталити, так как это желчный пузырь, можете добавить и в Синдром. Киста на яичниках можно обойтись без операции. Галина, я на этот вопрос точно не могу сказать, потому что я, во-первых, не вижу вашего УЗИ, если это дермоидная киста, тогда только операция, если это фолликулярная киста, тогда, объем кисты здесь. Саркома кости с метастазом легкие, 20 лет, как помочь? Здесь надо будет респиратрол принимать. При отмене диабетиков сахар может снова повыситься. Нет такого неудачи. Если наши кандидаты в меднаук предлагают сахарный диабет, даже если у вас уровень сахара будет нормальным, все равно надо в течение года принимать. Если вы в течение года, не прерывая, будете принимать с респиратролом, повторного повышения глюкозы вы не увидите. При фиброзе печени принимать какие спреи? Это вератрол, слим, мультивитамин надо будет принимать. Вы официально назначаете спреи больным, записываете назначение в истории болезни или это в порядке сетевиков от сетевиков. Знаете, вообще, я не знаю, кто задает этот вопрос, в истории болезни мы не можем писать, так как это нету в протоколе медицины. У нас существует стандартный протокол, по которым мы назначаем. Но и существует также, конечно, нетрадиционные традиционные медицины. Если какой-то допустим тоже самое гормон не помогает, конечно, мы говорим есть такой вариант и назначаем конечно не как сетевик, а как врач. Врачи тоже могут назначать народную медицину, рекомендовать, они также могут рекомендовать и БАДы и так далее. Здесь не обязательно быть сетевиком, чтобы назначать наши спреи. При эпилепсии можно ли принимать и что надо? Здесь надо принимать вератрол и мультивитамин. К сожалению, я не увидела 12-59, такой вопрос был. Из жопы можно вылечить, это слим, с вератролом надо будет принимать. Женщина после инсульта парализована 3 года. Очень даже хороший вопрос. У нас были результаты, когда пациенты были парализованы. Через 3-6 месяцев они вставали на ноги. Принимайте вератрол каждый час под язычную область. Сами увидите результаты. Мультивитамин тоже можно, так как повышает иммунную систему. Гипертония пользуется 3 месяца, давление не снижается, даже кризбол, вератрол, если мы употребляем. Принимайте дальше, поможет. Просто надо правильно принимать капать в ухо не надо, надо будет подъязычную область брызгать. Скажите, пожалуйста, при гиртрутизме у женщины полный гормональный дисбаланс, какие спреи, по сколько раз в день принимать. У нас гормонов со спреев нет, просто сбалансировать надо будет питарить и с вератролом принимать. Я правильно понимаю, после удаления полипов матки при результате гистологии и назначении гормонов нужно отказываться от гормонов принимать спреи. Мария, я вопрос не так-то понимаю, вы, по-моему, второй раз задаете этот вопрос, просто когда идет полип эндометрия, если вам поставили в матке, мы удаляем этот полип и никакие гормоны при этом не назначаем, потому что мы просто можем антибактериальную терапию, чтобы в дальнейшем не было какие-то воспалительные процессы. Но если вам врач назначил какие-то гормоны, скорее всего у вас какие-то сдвиги были по гормональной системе. Это тоже надо посмотреть и учитывать. Один полип мы не назначаем гормоны. А если у вас только полип эндометрия был удален, тогда, конечно, виталития и виратрол надо будет принимать. При аритме я уже ответила, что здесь надо будет принимать виратрол и слим, мультивитамин, разницы нет. Но виратрол обязательно. Ишемическая болезнь сердца, фибрилляция, предсердие, персистирующая форма, постинфарктный кардиосклероз, сценирование и так далее. Я так поняла, здесь была операция промоз, агрокатет и радиочастотная виратрол и фибрилляция. Здесь надо будет только виратрол принимать и каждые 2 часа 7 раз в день достаточно. Порез левой стороны у 17-летней девочки. Порез. Не совсем поняла вопрос, потому что пары из кишечника бывают, пары из других органов бывают, полный диагноз. Напишите, пожалуйста, Виктория. Эрозия шейки матки. При эрозии шейки матки мы говорим, можно ставить тампон. Значит, виталите, брызгайте обычный тампокс, вечером на ночь глубже ставите тампон, утром убираете. Значит, в течение 10-14 дней делайте, а потом можете посмотреть. Но параллельно надо будет брызгать виратрол и виталити подъязычную область. Только виратрол во время химии? Да, только виратрол. Если идет обостренный процесс, пока мультивитамин воздержаться, только виратрол надо будет принимать. Постгерпетическая невралгия, какие спрои? Здесь поможет вам виратрол и мультивитамин. Если это узловой зоб, Зинаида вопрос задает, подростку 17 лет узел на считает. Если это узловой зоб, тогда надо будет только виратрол принимать. Параллельно скажу, если это эндемический зоб, тогда мультивитамин. Тромбоцитопения, смотрите, если тромбоцитопения, очень хороший вопрос. Здесь виратрол ни в коем случае нельзя принимать, только мультивитамин. Значит, повышает уровень тромбоцитов. Да, беременность, значит, Гушат, это мой спонсор, тоже врач. Врачи, конечно, когда видим, что тромбоциты 80, мы начинаем пугаться во время беременности, это опасно. Почему? Потому что это называется хронический ДВС-синдром. И она, принимая наш витамин, только мультивитамин, она уже не первого, а второго ребенка родила с помощью мультивитамина. Благодарю. Можно ли у вас получить индивидуальную консультацию для нее? Да, вы можете получить, хорошо, что Румана даст мои контактные телефоны, по WhatsApp или по Viber вы можете задавать вопросы. Через день чистит кровь, что посоветуйте? Здесь надо будет слить с вератролом, но надо с осторожностью, потому что человек в диализе лежит. Нет, здесь надо при раке, вообще я же уже ответила, при раковых заболеваниях, независимо какого вида, надо будет только вератрол принимать. 63 года Светлана пишет, 2001 года потери обоняния и астма бронхиайна. Вам надо будет принимать респиратрол и мультивитамин. Суправертикулярная пара, парасигмальная тахикардия. Здесь надо будет вератрол принимать. Хорошо, Шурма на вас вообще не слышно говорит. Галина задает вопрос по недоношенным детям, врач назначает или мамочка сама решает. При недоношенности конечно можно мультивитамин давать, потому что спирулина, я уже говорила, 70% состоит из белка, это поможет набрать вес. нисходящая атрофия зрительных нервов после ишемического инсульта. Надо будет вератрол капать под язык. Киста на желудке предлагает операцию, что можно принимать. Виталит и вератрол надо будет принимать и можно добавить слим. здесь беременным по сколько раз в день мультик. 3-4 раза в день достаточно. Это мы потом вам объясним. Я хочу для Анастасии сказать, что на флаконах не штрих вот, а стереизготовления. Просто врач у нас занимается только врачеванием, а все остальные вопросы я буду сама вам отвечать. Но сегодня у нас чисто день для здоровья. Кокса от роста забедренного сустава, что принять? Мультивитамин и ресвератрол надо будет принимать. Врожденный перекрут желчного пузыря, что принимать? Если это перекрут желчного пузыря, это анатомическая особенность, никакие спрыни не поможутся, если надо будет хирургическое лечение, если ничего не мешает, тогда просто слим сфератролом. Саркома кости, я уже ответила на этот вопрос, только виратрол принимать. Легкие плохо работают, затруднено дыхание, что и как принимать? Здесь надо будет принимать виратрол и мультивитамин. При Альцгеймере при альцгеймере можно принимать виратрол с мультивитамином также 7 раз в день. ДЦП, тонус, пластический тетропорез, всех конечностей, мозг, мультивитамином родовая травма. Конечно, написать, вам надо будет очень длительное время принимать виратрол с мультивитамином. Длительное время. Женщина 55 лет, опухоль головного мозга, 2 месяца назад показала МРТ, какие спреи принимать. Виратрол. Когда будет сертификат Россия, это вопрос Корроша Шурман, я вам чуть позже ответит. При циррозе печени не рекомендую принимать лекарства и витамины, что посоветуете? При циррозе печени вы можете принимать респиратрол и слим, можете также добавить мультивитамин, потому что в составе есть хлорохилл, который тоже мощно очищает печень. Но если вы боитесь мультивитаминов, тогда просто слим и виратрол. Рассеянный склероз уже мы тоже отвечали на этот вопрос и здесь надо будет виратрол принимать. Как принимать при изжоге? При изжоге также 7 раз в день слим и виратрол достаточно. После кома нарушение речи и памяти было заражение кровью. Ну конечно после кома много что может измениться, поэтому здесь виратрол и мультивитамин только принимать. Рак щитовидной железы то же самое и виратрол принимать. Хорошо мы вам скажем чуть позже. Высокий холестерин и очень сильный шум в голове. Что принимать? Холестерин высокий 7 и 8. Чем его снизить? Сонные артери забиты холестерином. Здесь только виратрол и слим можно принимать. Людмила задает вопрос было замена клапана сердца можно ли принимать спрей. Можете принимать виратрол и мультивитамин. Бряжки в сосудах именно надо будет принимать виратрол. Очень хорошо помогает. По липендометрии я уже пятый раз вам говорю. Значит надо будет принимать виталити и виратрол. По липендометрии обязательно сначала идет удаление только потом спрей. Дисплазия шейки матки надо будет виталити и виратрол. Также можете тампоны делать с помощью виталити. Что нужно принимать при бессоннице? Мультивитамин и виратрол желательно принимать. При аллергии мы уже сказали что надо будет принимать виратрол и слим. ребенок 8 лет периферически увидит глаза что можно порекомендовать только виратрол могу порекомендовать и мультивитамин. В каком количестве ребенка под виратрол виталит при синдроме бабочки? Ребенку значит двух лет нету да? В каком количестве а сколько принимать здесь получается 3-4 раза в день принимать? Да? Поэтому благодарю порез левой руки и ноги 17 лет девочка колясочница принимать виратрол мультивитамин надо ли добавить слим и тальси и дозировка может увидеть что побыстрее пошел результат здесь порез левой руки и ноги да? Получается нет достаточно виратрол мультивитамин если вы просто хотите побыстрее увидеть тогда каждый час брызгайте виратрол тромбоцитопения очень грустная так не тромбоцитопения тогда а у вас тромбоцитоз зинаида надо здесь точно знать если очень густая кровь тогда надо будет принимать виратрол это называется тромбоцитоз а если тромбоцитопения это значит тромбоцитов мало надо будет принимать мультивитамин так саркома ампутирована рука здесь надо будет виратрол с мультивитамином принимать акне молодой парень лицо фиолетовое с рубцами Здесь тоже надо будет виратрон, мультивитамин принимать 4 месяца принимать все 4 вида спрея Уже целый месяц расстройства кишечника Что делать? Наверное что-то не тут съели Раз идет расстройство кишечника Надо слим побольше брызгать Диабет 2 типа, не инсулин зависимый Что принимать и сколько раз Также слим виратрон надо будет принимать 7 раз в день Но в течение года Виратрон при парадонтозе сколько раз в день Здесь такого ограничения нет Вы можете местно принимать И можете в подъязычной области Если местно, вы можете каждый час брызгать А если подъязык, то каждые 2 часа Беременный затрудненный стул Сколько принимать слим? 3 раза в день достаточно Вот правильно написала Светлана Что не забываем про воду Все 4 вида, когда спреи принимаете Надо обязательно пить воду Почему? Потому что он дает мочегонные действия И чтобы с целью очищения Надо будет принимать, восполнять наши жидкости Все при раке нельзя Ну я уже на этот вопрос ответила же Что раковые заболевания только в ресвератрон Так, органическое поражение нервной системы После перенесенной нейроинфекции Если нейроинфекция, можно принимать виратрон виталити Просто надо учитывать давление сколько Сахарный диабет 63 года Начинается так Сухая гангрена, отек генок Так как 6-7 лет на гемодиализм Можем ли помочь? При сахарном диабете, я уже говорила Надо будет принимать слим и виратрон Поможет Даже у нас были, у кого гангрены Говорили, что надо на операцию идти Даже их мы сняли с операции Так, Ольга Суфа пишет Первый раз брызнулась слим Открылась тахикардия Сильные сердцебья Не переживайте, такое ощущение может быть Вот любое из лекарственных препаратов Дает свои побочные действия Ничего страшного такого нету Принимайте дальше и увидите результаты 5-7 дней потерпите, все будет хорошо Так, врожденный порог сердца Двухстворчатая артериальная клапана Артериальная порог Критический стеноз Ну и так далее Ну, уже врожденный порог сердца Мы восстановить, конечно, не можем Но поддержать состояние можем Ресфератрон надо будет принимать с мультивитамином Если полип в носу Можно ресфератрон капать в нос Можно прям капать в нос Почему так? Смотрите, Наталья Вы хороший вопрос задели Почему другие врачи рекомендуют При раковых заболеваниях принимать не только Вератрон, но и обязательно мультивитамин Я почему акцент на мультивитамин не делаю Так как онкогинекологи, когда начинаем говорить Именно наши мультивитамины, они боятся Потому что думают, что дают рост опухолевых клеток Но наши витамины отличаются Здесь есть аминокислоты, которые не дают Но в любом случае береженого Бог бережет Поэтому есть обостренные процессы Я говорю только ресфератрон А если это начальные стадии, конечно можно назначать и мультивитамин При рассеянном склерозе Я отвечала уже несколько раз Что надо будет принимать вератрон Можно ли виталити, ведь это иммуностимулятор Да, можно принимать Можете принимать, если боитесь Можно и не принимать Но здесь основной идет ресфератрон Шизофрения дочери 45 лет Чем можно вылечить ее? Она инвалид, неработающая Второй степени по болезни шизофрении Хорошо, что Молодя По шизофрении хотелось бы сказать один результат Потому что именно в городе Тарас У меня есть партнер Валентина Наговицына И у ее сына шизофрения Он неоднократно держал и в психиатрической больнице Были несколько у него попыток суицида Но на сегодняшний день Он второй год принимает вератрон Вератрон, мультивитамин принимает Слин принимает И на сегодняшний день Он уже два года не обращается к врачам Приступов шитофрении нет То есть этот результат можно тоже посмотреть на ютубе Валя Наговицына Замечательный результат Спасибо, Паша Руманна Так, аденоиды третьей степени Что и сколько раз в день принимать Здесь вы можете Да, можно капать в нос Вератрон, можно капать в нос Елена пишет Для выработки желтых тел в яичниках Что принимать Я предлагаю вам три вида спрея Вератрон, мультивитамин и виталити Лимфостат в нижней конечности Что принимать Вам надо будет принимать вератрон и слим Послеоперационный перикардит Ортальный порог Критический стеноз Недостаточности нейтрального клапана Ну, достаточно вератрон Брызгать под язык А вот я, Хелене, хотела бы сказать свой результат У моего отца Значит, стеноз нейтрального клапана Я хочу сказать, что он принимает у меня Вератрон и мультивитамин То есть до этого Он инвалид второй группы До этого он ходить не мог То есть несколько шагов делает Задыхается На сегодняшний день Он принимает уже год Потому что год он меня не слышал Когда я ему предлагала спрея Не принимал Но уже сейчас год принимает Результат колоссальный Сейчас он со мной летает за границей То есть человек, который не мог сделать два-три шага Не мог нагнуться, одеть свои ботинки На сегодняшний день Со мной летает в разные страны Мы принимали И принимаем до сих пор Мультивитамин и Вератрон Если так Если дистрибьютор не врач Как же рекомендовать? Вам достаточно знать состав нашей продукции У нас имеются каталоги Где именно мы говорим И даем наши презентации Вы можете на это смотреть А если вообще не получается Можете наши координаты взять И мы вам будем как бы помогать На значении наших спреев После пореза лицевого нерва Закрылся левый глаз Здесь надо будет вам принимать Вератрон и мультивитамин Или лицевой нерв поражен Парень 30 лет Разорван спиной мозг Что посоветовать? Очень сложный вопрос Конечно я могу только Вератрон и мультивитамин С целью повышения иммунитета И конечно Вератрон Чтобы очищали полностью кровяное русло Но так как уже у вас спиной мозг поврежден Ничего вы сделать не можете К сожалению Аллергический ринит Можно принимать Вератрон и Слим Киста в головном мозге Это опухоль Какая программа И дозировка Киста это Виталити Вератрон вам достаточно будет принимать Так с вами вначале Применение Надо принимать С4 спрея Потом уже корректировать Здесь такого понятия нету Надо ориентироваться на что вы хотите принимать конкретно Если вы просто хотите все спреи попробовать И чтобы идеально себя чувствовать Можно Но допустим у кого сахарный диабет Они только могут ограничиться Слим Вератрон У кого допустим Инсультные состояния Коматозные состояния Они могут ограничиться Вератролом У кого допустим ДЦП Вератрон Мультивитамин Здесь по разному идет Как перелом Девятого грудного позвонка Создавление спинного мозга Что поможет Ну здесь у вас перелом идет Конечно я не могу сказать Что вам какой-то спрей поможет Надо будет сходить К травматологу Когда все у вас на место станет Тогда будете принимать Вератрон И мультивитамин У рубенка Дисконезия Желчеводящих путей Плохой отток Желчий Увеличен Желчный пузырь Надо будет принимать Слим с Вератролом Хорошо поможет Бесплодие 7 лет не беременет Какие спреи Здесь надо уже Обследование Супружеских пар Надо делать Возможно Причина в женщина Или в мужчина Это в первую очередь Надо знать Второе Вы должны знать Проходим ли маточные трубы И третье Нет ли врожденных пороков Внутренних половых органов Если все эти Которые я назвала Нет Тогда конечно Есть шансы забеременеть Это надо будет принимать Виталити Вератрон Мультивитамин Мужчина 50 лет В течение двух месяцев Температура 37,2 Не могут поставить диагноз 4,4,4 Хотела вам встречный вопрос задать Человек потеет по ночам Второй вопрос Похудел ли за это время он Потом только могу сказать Крауроз я уже ответила Это что В основном встречается В возрастном периоде И ничего такого Мы не можем сделать Гайморит обострения Находится на больничном При гайморите вы можете Рисфератрон открыть И капать в нос Можете даже каждые полчаса Каждые 15 минут капать 2 инфаркта Станокардия Диабет Гипертония Слим Вератрон Грыжевая протрузия Поясничный отдел Вератрон Мультивитамин Кашлевая астма Уже Каршурман ответил на этот вопрос Рисфератрон принимать При аденоидах Вы не сказали Сколько в день Вератрон Если вы капаете в нос Тогда можно 3-4 раза в день Но при этом Вы не должны забывать Что 7 раз в день Вы должны брызгать Подъязычную область Так Воспаление Какое воспаление Вопрос встречный Виталий Вам При потере обоняния Как принимать Рисфератрон И Слим 7 раз в день Каждые 2 часа Если киста в печени Надо будет принимать Рисфератрон Мультивитамин И Слим Менопауза Уже 25 лет Можно вернуть Жизнедеятельность Так Хелена Я ваш вопрос не поняла В возрасте 25 лет Менопауза Или уже 25 лет Менопауза Если уже 25 лет Вы ничем не можете помочь Так При колоскопе Обнаружили полипы Прямой кишки Что может помочь При полипах Поможет вам Рисфератрон И мультивитамин Так Грыжа в шейном отделе Мы уже сказали Вератрон Мультивитамин Я уже на этот вопрос ответила Так Не на Так что Удален желчный пузырь Можно ли принимать Да Можно принимать Я ответила на вопрос Боли в пояснице 32 года Мужчина Здесь надо узнать Просто Узи почки Делайте И узнать надо Грыжа есть Нет Или остеохондроз Есть Нет Если это почки Слим Вератрон Если это остеохондроз Только мультивитамин Вератрон Судорожный синдром Так Это вам надо будет Принимать Мультивитамин И Вератрон Да Желчный пузырь Удален Можно принимать Ушимление Нервопервичное Так Остро В грудине Боль поднимается Горло Что и Как капать Ушимление Нерва Первичного Остро В грудине Ушимление Нерва Где именно Валентина Грыжа В шейном отделе Мультивитамин И Вератрон Ущемление В области Позвоночника Крестцовой Области Отнились Ноги От боли Лежала в больнице Две недели Под капельцей Но улучшений Нет Чем лечить Есть Протрузия Как я вас поняла Значит Надо будет Принимать Вератрон Мультивитамин И Слим Как ребенку 6 лет Постоянно Мокрая Голова И Почернили Зубки Ну и здесь Тоже надо Посмотреть Но в любом случае 6 лет Ребенка Вы можете Дать Мультивитамин И Вератрон Так Татьяна После курса Химии Снизились Тромбоциты И лейкоциты Что посоветуете Сыну 21 год Так Ну после Химиотерапии Это побывает Это типичные Анализы Которые По Раковым Заболеваниям Здесь вам Надо будет Принимать Мультивитамин Сообщение Лимфостаз Нижних Конечно Мы же уже Отвитили На этот вопрос Слим и Вератрон Узи показал Желчный пузырь Изогнут Размера 78-24 Что поможет Слим и Вератрон По нейрогену Мочевому пузырю То же самое Слим и Вератрон Надо будет Принимать Влияет ли Вератрон На МНО Что такое МНО Расшифруйте Пожалуйста Хелена Вопрос Ну я так думаю Что мы Мы сегодня Ответили На все Вопросы Больше У нас Неотвеченных Вопросов Нет Я смотрю На все Вопросы Естественно Мы пропустили Вопросы Те которые Касаются Доставки И те которые Касаются Значит Склада В России Ну я Как в начале Говорила Что мы С вами Соберемся Буквально Дня через Два Или три Мы организуем Встречу Где будем Рассказывать О преимуществах Маркетинга Будем Рассказывать Как можно Доработать В этой Компании Просто Рекламируя Спреи Рассказывая Помогая Людям Вот И конечно Ж Тогда Мы ответим На все Ваши Вопросы По доставке Значит И по организации Работы Логистики Компании Но мне Хотелось бы Сказать Что Сегодня Я думаю Мы дали Хорошую Информацию Врач Значит И Постаралась Ответить На все Вопросы Ваши В следующий Раз мы И еще Пригласим Врачей Наверное Уже И профессорский Состав Потому что Действительно Очень много Интересных И нужных Вопросов Сегодня Было Затронуто Ну и конечно Я бы хотела Сказать Еще Насчет Косметики Потому что Косметика Тоже Идеальная Именно В Таиланде У меня Тайцы Начали Работать Только С косметикой Потому что Результаты Были Ошеломительные Когда Мы сделали Супруге Одного Высокопоставленного Человека Нашу Маску Из Четырех Этапов Этот Результат Дал Фурор Очень Большой Фурор И на Сегодняшний День Таиланд Работает Только С косметикой Потому что Ну и Бады Конечно Заказывают Наши Спреи Но В большинстве Работают С косметикой Потому что Если у вас Есть Люди В Таиланде Там У нас Открывается Офис Можете Приглашать И Полноценную Информацию Там будут Давать Полностью Ну и Конечно Мне хотелось Сегодня Поблагодарить Организаторов Этого Вебинара Это Наталья Дмитриева Это Лариса Ноздрева Которая Написала Всем Сообщение Это Лидер Большой Буквы И Елена Вострикова И Конечно Очень Много Лидеров Со Структуры Михаила Бочкина Я считаю Что вся Россия Это Структура Михаила Бочкина Потому что Действительно Очень Много Людей Партнеров Которые На сегодняшний день Дают информацию Мне бы хотелось Отметить Отдельно Казань Уфу Абакан Саеногорск Это Дальний Восток Екатерину Хилык Хотелось Отметить Умничка У меня Сейчас Тур Большой По всему Дальному Востоку По Приморию И конечно же Сказать Всем Огромное Спасибо Что вы Сегодня Пришли На этот Вебинар Послушать Поделиться Ну и конечно же Хочу пожелать Каждому Огромных Чеков Первых Линей В разных Странах Очень Дружной Команды Позитивной Команды Никогда Не смотрите На Негатив Будьте Выше Всего Этого Будьте Готовы К Большим Деньгам Когда Вы будете Готовы К Большим Деньгам Деньги Сами Придут К вам Это Уже Проверено Потому Что Если У Михаила Бочкина На Сегодняшний День На этой Неделе Чек Составил 9 тысяч По Моему 200 Долларов За Неделю То Вот Представляете Какие Чеки Получают Другие Ну и Конечно же Я хочу Пожелать Каждому Такой Чек Чтобы У каждого Было Хотя бы 10 Тысяч Долларов В Неделю Вы Вы Этого Достойны Мне Очень Приятно Сегодня Вам Об этом Говорить Потому Что На Сегодняшний День Таиланд Для меня 31 Открытая Страна Ну Мы Конечно же Останавливаться Не будем И будем Дальше Открывать Страны И будем Ездить В разные Регионы Потому Что Когда Помогаешь Людям Преодолеть Эту Болезнь Потому Что Вот Сегодня Много Вопросов Задавали Про Рак Есть Ли Шанс Я Всегда Говорю Шанс Он Всегда Есть Знаете Для Кого То Один День Это День Для Кого То Один День Это Целая Вечность И Вот Если Мы Даже Кому Небудь Продлим Жизнь На Один День На Один Месяц На Один Год Я Считаю Мы Сделаем Очень Большое Дело Вам Огромное Спасибо Что Несете Эту Миссию Миссию Здоровья Именно В Народ Потому Что Многие Даже На Сегодняшний День Не Слышали Об Этому Многие Во Многих Семьях Есть Такие Серьезные Проблемы Как В плане Здоровья Так В плане Финансов А Наша Компания Это Единственная Компания В мире С Таким Уникальным Маркетинг Планом Который Дает Финансовую Независимость Каждому Человеку Любому Человеку Который Пришел В Компанию И Конечно Огромные Уникальные Результаты По здоровью Я Всех Благодарю До Новых Встреч Вам Огромное Всем Спасибо И Конечно Ж 19 Числа 19 Декабря Я Всех Жду В городе Алматы По улице Значит То есть У нас будет Семинар В Доме Профсоюзов Это Улица Значит Мира Маметова Дом Профсоюзов Республиканский Будет Республиканское Обучение И Конечно Хочу Сказать Что Те Которые Приедут В Казахстан Будут Награждены Будут Ну Не буду Завесу Открывать Все Тайны Лучше Это Будет После 19 Числа Пост Промоушен Потому Что Действительно Будет Огромный Праздник И конечно 20 Числа Будет Корпоратив Это Будет Балмаскарад Балмаскарад Компании LifeMax Потому Что Предновогодние Дни И Итоговое Обучение Итоговая Презентация Будет Так что Очень много Интересного Будет В Казахстане Вам Огромное Спасибо Всем Еще раз Я вас всех Ценю Люблю Уважаю До Люблю